Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам «Археология. Человек». Начнем с вполне жизненного опыта моего такого недавнего экспириенса. Ездил я по дороге, по федеральной трассе М-9 из Москвы в Эстонию через Тверскую и Псковскую области. И, вы знаете, оказалось такое нелегкое приключение эта дорога, потому что там на протяжении почти 100 километров, в районе Зубцова, Ржева, был снят асфальт. И дорога превратилась совершенно из себя в некое чудовищное состояние. То есть, я такое думал, существует только где-то в далеком Забайкалье, вот, че-то Хабаровск. Вот, тем не менее, это все наблюдалось в 250 километрах от Москвы. Такое ощущение, что просто немцы бомбили эту дорогу. И, вы знаете, и в дальнейшем, собственно, даже когда асфальт начался, а, собственно, надо сказать, что дорожники осенью сняли асфальт, в октябре еще, и оставили дорогу в таком состоянии до потепления, до весны. Ну, и дальше, понимаете, эта поездка по этой трассе, по которой я езжу практически каждый год, оставляет очень удручающее впечатление. Всюду приступает лес, деревни все более вымирающие, уже на сотни километров бывает ешь ни одного огонька кругом, какие-то очень жалкие виды бизнесов, которые ютятся вдоль дороги справа и слева, кто-то какими-то там меховыми изделиями торгует. Но в целом все это имеет очень такой вид, как будто вот со времен Радищева ничего не изменилось. Вот такое же примерно путешествие с такой же примерно скоростью, около 10 километров в час. И, вы знаете, я понял в этот момент... Ну, кстати, я об этом написал в Форбсе колонку неожиданно, она такой вызвала отклик, ее Навальный у себя на их и перепечатал, там начались какие-то звонки, сделал НТВ-сюжет. Сейчас более-менее как-то обратили внимание на эту дорогу, но я не думаю, что что-либо изменится, в принципе, в отношении этой дороги. Но для меня это послужило хорошей отправной точкой поразмышлять на тему российского пространства. О том, что у нас вот это вот пространство, собственно, оно как было не освоено 500 лет назад, 1000 лет назад. Точно так же его освоение, оно, в общем-то, не удалось и сейчас. Потому что достаточно отъехать от вот этого вот населенного пояса вокруг столицы, и ты понимаешь, что пространство, оно возобладало над человеком, над человеческой деятельностью, над цивилизацией. Вот его какая-то огромная энтропия, вот этого восточноевропейского леса, она побеждает все попытки цивилизации. И это, собственно, подтолкнуло меня сделать эфир на тему, которая очень меня давно волнует. Отношение человека и пространства. А именно этим во многом занимается наука географии. И вот хотелось поговорить с географом, и один из ведущих отечественных географов, это Андрей Александрович Лукашев, заслуженный профессором ГУ, доктором географических наук. Добрый вечер, Андрей Александрович. Добрый вечер. Скажите, вот то, что я рассказал, а это вообще имеет отношение к географии? Да, Сергей Александрович, прямое отношение имеет. Но я сразу хотел бы сказать, что вы проехали по местам с очень тяжелой и недавней историей. И, может быть, через вот этот кристалл всю Россию не надо было бы рассматривать. С одной стороны, Зубцов и впадающая в Волгу напротив него Вазуза, это арена достаточно серьезного гидростроительства. Вазуза и приток ее кжать стали ложем питьевых водохранилищ Москвы. Москва пьет воду из Вазузской водной системы в значительной степени. Часть идет, конечно, через саму Волгу и Московское море. И это сильно изменило ситуацию на берегах реки, потому что любое такое серьезное строительство – это и переселение людей, это утрата связи с прошлым. И мы видим по берегам Вазузы к югу от Зубцова брошенные усадьбы, умирающие, в том числе связанные с громкими именами. Платон Зубова усадьба превращена в плашные руины. И на Пухтыно усадьбы, и вплоть до Грибоедовских мест. А за другой стороны, дальше выехали по местам, уже окрестцем Ржева, где самым тяжелым образом сложились судьбы Великой Отечественной войны. Ну, там страшные бои. Где захлебнулось то наступление, которое должно было быть главным, а сталинградский контрудар был вторым по значимости. И некоторые реки в этих местах, в частности, кстати говоря, в районе Зубцова, речка Диоржа, впадающая в Волгу справа, ниже Зубцова, по ней текла практически, физически текла кровь. И по некоторым другим притокам текла кровь. Настолько велики были жертвы в этих местах. Война так перепахала эту землю, что она не ожила. И кладем мы асфальт на Гришское шоссе или нет. Вокруг пострадавшая земля, не залечившая свои раны. Но почему, вот вопрос меня волнует, почему земляне у нас так сложно залечивать свои раны. Посмотрите, я не знаю, скажем, Фламандию. Уж как по ней война, скажем, Первая мировая прокатилась. Посмотрите, Рурский бассейн, как он был разбомблен. Я не знаю, бомбардировку того же, я не знаю, Дрездена взять. И все-таки я не вижу такого, чтобы 60 лет спустя объяснять вот этим вот... Почему так тяжело у нас восстанавливается земля? Ни в Руре, ни тем более в Дрездене последствия бомбардировок и боев не привели к депопуляции населения. А Тверская земля испытала сильнейшую депопуляцию, продолжающуюся. И некому становится приводить землю в порядок. И к тому же, конечно, чудовищная алкоголизация населения. Даже из того народа, что осталось, животворно это силы выбивает. Ну вот это да. Здесь уже мы, конечно, говорим о человеческом факторе. Но, вы знаете, хотелось бы в первой части нашего разговора поговорить о том, как... Ведь ваша область вообще геоморфология, да, палеогеография. Как сложился ландшафт земли, как исторически он складывался. То есть, изначально вы занимались, так скажем, географией, геологией без человека? Нет, с человеком, потому что одно из основных со студенческих лет направления моих дел, это была помощь географов, геологам в поисках полезных ископаемых. И довольно быстро проблемы поисков, особенно когда что-то удавалось найти, переходили в проблемы освоения. И иногда возникали парадоксальные ситуации. Я помню, как очень умный человек, главный геолог одной из экспедиций Читинского управления, узнав, что в русловых наносах шилки достаточно много золота, сказал, я не дам разведывать эти россыпи, мы погубим всю их Теофону Амур. Это говорил главный геолог, который за разведками с рождения мог получить... И что было дальше? И не разведывали. И до сих пор и дальше не разведывали? А много ли, часто ли такие у нас вообще в нашей истории, такие эпизоды были, что ради сохранения экологии отказались от разработки? Конечно, немного, потому и запоминаются. Чаще, к сожалению, не считается с тем, что надо бы сохранить в погоне за сиюминутной наживой. И, надо сказать, что в этом плане наше время, последние два десятилетия, оказалось менее гуманным, чем даже советская эпоха. Ну да, там были какие-то большие программы, было мышление вперед. Была мечта. Было стратегическое планирование, не было мысли срубить бабла в течение ближайшего года, а дальше хоть трава не расти. Ну вот как раз мы говорим здесь о геологии. Насколько вообще человек изменяет пейзаж планеты? Особенно, я думаю, за последние речь идет о последних пятистах годах. Нет, гораздо меньше. Ну, я думал, что это начинается с первой промышленной революции. Да, вот скажем, терриконы возникают, шахты. Когда мы говорим о горном деле, да, когда мы говорим о ландшафте, а это слово вроде прозвучало, то, конечно, тут и 500 лет будет мало, потому что то, что греки позволили косм съесть кустарник на Балканском полуострове, то, что судьба распорядилась так, что венецианцы вырубили все леса по адриатическому побережью. В Хорватии, да, до сих пор, да. Амстердам стоит на сваях деревьев, которые были вырублены на Адриатике. Хорватского леса. Да. А весь венецианский флот нес на себе бывшие стволы чудесных военных деревьев в Хорватии. И не только Хорватии. Так что, если мы не говорим о недропользовании, а природопользовании, то мы должны уйти вплоть до античных времен. Там уже серьезно. Ну, да, и вспомнить, скажем, исчезновение цивилизации острова Пасхи, тоже, которая свела свои леса. Ну, там-то дело темное, но вот наше Средиземноморье мы вроде бы представляем себе получше. Вот. И то, что начиналось очень разумно, ну, скажем, я считаю, что революционнейший момент одомашнивание тростникового кота в Египте. Египет, жительница Средиземноморья, производство пшеницы в международных масштабах и мыши. Одомашнивание тростникового кота решило проблему. Кот вошел в пантеон богов Египта. И как это повлияло на ландшафт? На ландшафт это повлияло таким образом, что Египет получил экстенсивное, мощнейшее земледелие, которое действительно снажало весь античный мир хлебом. Ну, и агропользование преобразило буквально долину Нил. И вплоть до строительства не высотной, а низкой Асуанской плотины, где-то там в районе 1911 года, Нил ежегодно своими илами удобрял пахотные земли, которых не было, конечно, до того, как земледелие не пребывало в такие масштабы. И по существу вот эти агроландшафты, которые и сейчас продвигаются вплоть до Аван-Дельты и Нила, до Дюн на Средиземноморском побережье, конечно, преобразило эту страну. Но преобразило, видимо, к лучшему. А вот то, что мы имели на Северном побережье, вот и на Балканском полуострове особенно, преобразило в худшую сторону. Напомню, что мы говорим с географом, заслуженным профессором МГУ Андреем Александровичем Лукашевым, говорим о том, как человек меняет пейзаж планеты, и наоборот, как пейзаж меняет человека и создает разные цивилизации. Продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология. Археология. Человек». Сегодня говорим с Андреем Александровичем Лукашевым, заслуженным профессором МГУ, доктором географических наук. Тема наша – география. Человек в пейзаже. Как человек меняет ландшафт планеты, и как ландшафт меняет человека? Ну вот, если говорить об изменении человеком природного пейзажа. Вообще сейчас в природе где-то на Земле остались нетронутые ландшафты? В громадном количестве, на необозримых площадях остались нетронутые. То есть абсолютно без следов человеческой деятельности? Ну, на 99%, совсем тоже без следов. Там, где прошли топографы и поставили на вершине тренгуляционные знаки, все-таки люди были. Но к северу от зоны БАМ, в Забайкале, в Бурятии, на сотни километров, абсолютно безлюдные горы, вплоть до ленских приисков, вплоть до самой Лены, это дикие горные страны, нетронутые. Ну, то есть мне доходило, не раз приходилось, что в местах бывает, где не ступала нога белого человека. Может быть, и венки иногда забредали с оленями. Или степи, степи Даурии, степи южной части Бурятии, Монголии. Мало преобразованы человеческой деятельностью. И там удается сохранять великолепно и восстанавливать природные ландшафты. И в этом плане поучительным является замечательный заповедник, даурский биосферный заповедник, который является частью, российской частью, трехстороннего, единственного в Азии, заповедника Даурия, китайской, монгольской и нашей составляющей. Там восстановили ландшафт степей, а таких заповедников вообще мало. Там восстановили популяцию антилоп и дзерен. Там стоит вопрос о том, чтобы вернуть в невысокие скалистые горы в юго-восточном Забайкале Архаров, которых когда-то там видел Петр Симон Палас в 70-е годы. Если только на них губернаторы с вертолета охотиться не будут. Но вот там удалось справиться с браконьерством, потому что ягерями в заповеднике работают местные ребята. Они знают там каждую трубку, они видят не то, что кто-то там охотится на антилопу, травку вырвать. Невозможно, чтобы не заметили. Люди заинтересованы в сохранении своей природной среды. И вот это колоссальное достижение, в том числе Александра Павловича Бородина, который директор этого заповедника. И да, мы имеем почти природные ландшафты. Ну, прекрасную историю вы рассказываете, но если в целом все-таки посмотреть на Россию в этом плане. Потому что мне кажется, особенно если брать сталинскую модернизацию, постсталинские годы, мало какая страна так меняла ландшафт после себя. Ну вот, я не знаю, вот вы ездите в Хибины, вот расскажете нам о Хибинах. Я расскажу, что я на Чукотке был несколько раз, работал там журналистом. То, как, скажем, преображен пейзаж Крайнего Севера. Вот там вот, и, так сказать, эти бочки, да, миллионы, миллионы этих пустых со 80-литровых бочек. Эти радиоизотопные маяки, ретеги стоят. Земля вокруг любого поселка безображена свалками на 30 километров в округе, куда сходятся белые медведи. Я уж не говорю о том, что было сделано с новой землей, где этот самый мощный в истории термоядерный взрыв был. 50-50 мегатонн. Если хотели 100 мегатонн сделать в последний момент, по-моему, Сахаров сказал, что... Сделали 50. Да, 50 мегатонн. Эта бомба получила название «Кузькина мать». Да. И ее корпус, дубликата, можно видеть в музее этого нового оружия в Снежинске. Это производит впечатление. Ну вот, так что вот это вот изменение ландшафта, которое было в Советском Союзе. Я уж не говорю о проекте «Поворота рек» или вот этот же был тоже, я, по-моему, у нас в учебниках истории очень мало, написано «Гигантский ядерный взрыв» под Свердловском, по-моему, когда хотели прорыть огромный канал для поворота рек. Вы об этом что-нибудь слышали? Я знаю о взрывах на юге Архангельской области для поворота рек, действительно. Да, были наземные ядерные взрывы. Кстати говоря, в Хибинах было два взрыва, но уже с другой целью. Рвали немало у нас подземных ядерных взрывов. Подастрах у меня штук 8, например, чтобы создать газовые хранилища. Кстати, неудачно спроектировали сами взрывы. То есть мы мирный атом применяли, так сказать, довольно лихо и очень часто, конечно, с экологически. И это все зоны радиоактивного загрязнения? Если водородный взрыв, то нет. Это сравнительно чистый взрыв. А вот если это плутоневые и урановые заряды, то тогда очень длительные загрязнения. Ну вот, так что в этом смысле, мне кажется, Советский Союз очень сильно отличился по изменению пейзажа. Нас спасло то, что мы были 1,6 часть света. И у нас хватило еще места между каскадами ГЭС, между полигонами ядерных распитаний, между тундровой арктической оторочкой, заваленной бочками, действительно, которые не удается так вот с наскоку очистить. И то, что делается сейчас на ЗФИ с уборкой территории. На земле Французьфа. Да, на земле Французьфа. Это не слишком хорошо продуманные операции, потому что выковыривание измертлоты этих бочек... Ну да, они же вмерзли, они с крохотным вот этим полудородным слоем снимают, там, 10 сантиметров. Это раз, разворачивают, у вторых, в них остатки топлива, и это тут же все сливается, тут называется, на рельеф. И да и на Чукотке не только это, тут же и Ультин, где долго добывали Олова и Вольфрам, и дорога, которая от Игвикинота идет к Ультин, вот, и все, что вокруг Месса Шмидта, это действительно земли, которые сильно поражены, но необъятные пространства. К югу от побережья Ледовитого океана и вплоть до Транссиба, за исключением Ангарского каскада, почти не тронуты. Да, есть несколько очагов добычи алмазов там в Якутии, и они, когда летишь по этим трассам, вдруг возникают, как такие своеобразные цветки с разложенными лепестками отвалов. Но, в общем, гигантские наши пространства сохранили и первичные ландшафты тоже. Вот, надо только ими рационально пользоваться. У нас на факультете есть кафедра рационального природопользования. Ее во многом создавал недавно от нас ушедший прекрасный географ Андрей Петрович Капица, открывавший в свое время подледное озеро Восток в Антарктиде. Он создал такую кафедру, и они очень много работают над тем, что данное нам оставшееся у нас пространство используют на благо человека. А вот Ангарские каскады, вы говорите, ведь там же тоже Красноярское море, оно совершенно было, как я понимаю, не нужно было вот это огромное затопление. Значит, это уже Енисейский каскад. Идея строительства Братской и Красноярской ГЭС, отчасти из Саяно-Шушенской, она сводилась к не очень удачному геологическому прогнозу. На бескрайних просторах Среднесибирского плоскогорья в падях речных долинах небольших находили очень большим количеством гальку бокситов, руды на алюминий. И было высказано предположение о том, что раз в долинах есть галька и валуны бокситов, значит, на плато будут чехлы бокситовых руд, как где-нибудь на севере Австралии, как в Индии, как в Суринаме, на Ямайке. А раз так, то надо плавить алюминий. На этом уже дикое количество электроэлектричных. Да, многое или количество. И вот под те бокситы был замысел. А дальше оказалось, что бокситовые месторождения очень небольшие. На Енисейском кр colia же, на Чедовецком поднять, а еще где-то есть небольшие, но это не те масштабы, которые требовали циклопических стройок. Стройки эти, сами по себе, еще экологически были очень по-разному осуществлены. Скажем, братская ГЭС идеально врублена в мощный пласт лав, ну, где-то там 250-миллионного летнего возраста, так называемых трапов в школьном учебнике есть это понятие, это пластовые внедрения или покровы древних лав. И когда я спросил главного энергетика братской ГЭС несколько лет тому назад, как фильтруют ваша плотина. Он сказал, да, фильтрует и сколько? Несколько ведер в сутки. Это смехотворный ответ. Смехотворный масштаб. Ответ был корректный. Она была поставлена хорошо. А вот красноярская плотина поставлена не очень хорошо. Из первых же лет ее эксплуатации оказалось, что в Нижнем Бьефе у подножия водосливов пошла эрозия. Сейчас грандиозные размывы под левым берегом под красноярской плотиной, а все ее знают, она на 10-рублевой купюре еще фигурирована. Уже с трудом можно ликвидировать. Причем там на мой взгляд, там надо топить, может быть, десятки барж с залитых цементом. Так что же ее размыть может плотина? Может подмыть основание левого берега и мы получим вторую сайношушенскую. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Вот доктор наук, один из моих друзей, Константин Михайлович Беркович, он много лет занимается проблемами этих размывов в основании плотин. И вот у Красноярска неспокойная ситуация. Ну, вообще же водохранилища, если вот шире говорить об изменении ландшафта, они неестественные для природы. В них особо как-то нездоровые. Даже я не про наше говорю. Вот я был на американском Дальнем Западе, там вот это Лейк Пауэлл, которое при вот этой гуверовской всей строительстве плотин. Какое-то оно неживое, мертвое абсолютно, гигантское красивое озеро. И вот наше водохранилище тоже, да? Ведь их же очень мало живых, по-моему. Значит, хорошие маленькие водохранилища вы могли видеть в той же Швейцарии, в Кантоне Тичиина. В Швейцарии, да, с ними все в порядке. С ними все в порядке. Там купаться хорошо. А есть старые, и даже не гегелевские, еще, по-моему, фихто его формулировал закон перехода количества в качество. То, что можно в небольших масштабах сделать аккуратно, экологически чисто, сохранив и их теофауну, и ландшафт, то нельзя сделать при гигантском гидротехническом строительстве. И в этом плане и Волжский наш каскад, и Днепровский каскад представляют очень серьезную угрозу экологии. На дне скопились за полвека и более того метры, а иногда уже и до 10-15 метров токсичных илов. Спасибо, что нефтепродукты распадаются за 28-30 лет, но все металлы не распадаются. И проблема спуска этих водохранилищ, она даже не обсуждается, они и заикаться трудно, хотя строили вроде на века, а век на исходе. А спуска ведь эти, вот а что с этими элами станется? Они пойдут дальше, вниз по течению? Нет, их надо будет вычерпывать. А, их нужно будет спустить, и потом вот эту жижу землеройками. Ну, она закоменеет, да, экскаваторами. Экскаваторами. Но это плохо продуманное, и шарахаются от этой темы, и к тому же это дорогостоящие мероприятия. Есть водохранилища, с которыми надо быть очень аккуратными. Скажем, если Каховское водохранилище спустить Крым, и будет нечего пить. Но есть водохранилище. Ну, скажем, Волгоградская леса. Притоплена колоссальная полоса долины Волги. Менее одного процента энергии в союзные энергетические сети, полностью погубленные в Тиафауна Нижней Волги. А считали ведь только стоимость киловатта. Непотерянные земли, непотерянные рыбы, непотерянных коридоров, пролетных птицернитов. А он аж летит над этой Волгоградской поймой. А когда мы осушаем нерестилище, потому что гидростроителям надо удерживать уровень, мы губим всю природу вокруг. Вы знаете, вот мы здесь подходим к теме очень больной, о которой я очень много думаю, пытаюсь говорить, писать вообще о том, насколько Россия вписана в свой ландшафт, как мы взаимодействуем с собственным пейзажем. Вот для меня таким показательным моментом являются палы травы, которые вот каждый год по весне запаляют. Я не знаю, в общем-то, мало, наверное, стран в мире, если вообще есть такие меры, где люди занимаются вот таким вот ежегодным, уже всем все известно, все-все говорят, и Гринпис, и власти, где люди вот так занимаются уничтожением собственной природы. И вот в этих палах травы, мне кажется, как в какой-то капле сфокусировалось все наше отношение к природе, как к ресурсу. И у меня проскакивает такая мысль, что мы не сумели адаптироваться к собственной природе, вот к этой вот большой восточноевропейской. У нас нету бережного отношения к природе, как к какому-то дому. Для нас это ресурс. От места к месту очень многое меняется. Все зависит от того, местные власти хозяева на своей земле или не хозяева. Есть немало примеров очень врачительного разумного хозяйствования. Есть опыт создания экологических каркасов, расширения заповедников, создания национальных парков, когда природу пытаются сохранять и тем самым сохранять биоразнообразие и биоресурсы на будущее. Но многие хозяйственники не обладают необходимыми знаниями. И, увы, тенденция на снижение масштаба в школьном обучении географии, которая проявляется сейчас очень серьезно, она опасна. Вы понимаете, когда президент говорит о том, что сливы, бытовые сливы Иркутска гораздо хуже для Байкала, чем сливы комбината, он забывает о том, что сливы Иркутска в Байкал не идут. Ангара вытекает из Байкала. А сливы комбината таки идут в Байкал. И эта проблема уже с начала 60-х годов не решается. Я проехал в августе мимо Селингенского, Байкальского комбината, все там по-прежнему. А это опасно. И когда обсуждается, в том числе, уважаемый вами в журнале «Российский репортер», надо ли знать, что волк впадает в Каспийское море. Да надо, надо, иначе вот можно такие ляпы совершать. Видели, кстати, да, недавно эти сюжеты, когда телекастинг был телеведущих на Первый канал, по-моему, да, и спрашивали людей, куда впадает волк. Да, мне супруг говорил, ну это же обсуждалось в декабрьском номере журнале «Российского репортера». А, ну да, я не знаю. Да, не надо никому это знать. А потом оказывается, что очень даже надо. К тому же сейчас добавилась ситуация, когда мы, впав в дикий капитализм, позволили рвать на части свои природные комплексы, уже рвать хозяйствующими субъектами, так называемыми. И вот, опережая, может быть, вопрос, ситуация в Хибинах на сегодняшний день. Там, слава богу, с вершиновских времен, с начала 30-х годов идет добыча апатетовой руды. Мы освободились тогда от необходимости импортировать марокканские фосфориты. Это сыграло свою роль. В гербе Кировска, Мурманской области, три колоса вырастают из геологических скрещенных молотков и шестеренки. Была мечта о том, что будет плодородие на наших полях. Большого плодородия не осталось, но уже и половины, не третий Хибин тоже не осталось. И тут на смену комбинату ООО «Апатит», или не на смену, а в конкуренцию с него появляется новая компания «Фосагра», которая получает лицензию на разработку не очень качественных месторождений апатитовых руд в северной части Хибин, в восточной части Хибинских гор. А все Хибины 60 километров поперечники, это небольшие горы. Строится фабрика, она уже построена. И дальше стоит вопрос, а как транспортировать вот эту бедную руду на комбинат? Есть дорога, меридиональная, через все Хибины, по которой, кстати, дважды провезли вот эти водородные заряды для подземных взрывов, по которой, казалось бы, это можно было сделать, ну, используя уже сложившуюся инфраструктуру. Но это инфраструктура комбината «Апатит», который с «Фосагра» злейший враг. И обсуждается вопрос о том, как делать новую диагональную дорогу через горы, в том числе через лавиноопасные и селеопасные участки. Идти в обход на запад на железную дорогу. Но выясняется, что перегрузить самосвалов на платформы или домкары «Апатиты» безумно дорого. Это в убыток. Значит, идти в обход с северо-восток, а проще-то всего, если бы это не были враждующие хозяйственные субъекты в одном и том же природном комплексе. Все было бы проще. Но вот мы вступаем вот в эти проблемы. Ну, здесь, да, вы говорите здесь о хозяйствующих субъектах, что там на Байкале, в Ангаре, что здесь в Хибинах. Но я боюсь, что здесь дело все-таки гораздо шире. Оно в каком-то подходе людей к природе. Когда я вижу, как люди ведут себя в парках на берегах рек, то, что мы видим летом, какое-то у нас абсолютно такое вот как ничем... Нет понятия природы как некого общественного блага, общего блага. И вот я вывожу это из того, что Россия как-то до сих пор не чувствует себя освоившейся вот в этом вот пространстве. Я не знаю, там мой опыт жизни даже не обязательно в европейских странах, а в каких-то, я не знаю, там Канада, к примеру. Я понимаю, что люди как-то не чувствуют себя по месту, живущими на этой территории. У нас я очень часто чувствую, что люди вот как вот в Москве все чувствуют какими-то жителями, многие, ну, я нет положенного большинства, говорят, вот некий транзитный город, да, люди не прирастают, не пускают корни. И точно так же у меня вот какое-то ощущение, что нету чувства корней у людей вот к этому невписанности в пейзаж. Да даже вот часто тоже я это стерю, может быть, слушатели, если бы, извините, если бы повторюсь, но у нас мало старых домов, да, домов, чтобы ему было больше 50 лет. Какой-нибудь европейский взять пейзаж, да в Венгрии даже, там, в Восточной Европе 150-200 лет, я уж не говорю где-нибудь там в Италии, там, или во Фландрии, или в Уэльсе, люди живут в домах 12 века. Вот. И вот это вот чувство неукорененности как-то оно распространяется и на наше отношение к пейзажу и к природе. Наверное, вы во многом правы. И мне тоже в разных странах доводилось видеть разные отношения и разную традицию, так сказать, обитания. Утрата корней во многом связана была и с теми тенденциями, которые особенно за 20 век почувствовались в России, когда без конца народ переселялся по набору, по призыву, под охраной, под конвоем. И люди оказывались на новом месте и далеко не всегда там приживались. Некоторые категории народа приживались, очень хорошо окапывались, так скажем, приживали старобряться, создавая свой микромир вокруг тех поселений, в которых им удалось выжить. Иногда, я повторяю, очень много от руководителя зависит. Директор забоведника, начальник Рудника. Это даже начальник георазведочной партии. Это царь и бог в том пространстве, которое ему отведено. И от его культуры, в том числе и географической культуры. Очень многое зависит. А мы вместо того, чтобы в школьниках сейчас воспитывать эти вещи, сокращаем, изничтожаем буквально и школьную географию, и географию в педвузах. И некому становится воспитывать в следующих поколениях вот это чувство природной среды. Я называю это окружающей. Она, конечно, окружающая, но сначала она природная. И если мы ее сберегаем, если мы учим детей ее сберегать, то тогда есть будущее. Мне не раз доводилось видеть удивительные совершенно сценки, когда идешь где-нибудь по Яйле в Крыму, по Четвердагу, и девочка, не очень часто встречающаяся, к счастью, там довольно чисто, и тем не менее попадающаяся в пивные банки, собирает и кладет себя в рюкзачок. И группа прошла, ландшафт остался чистым. Очень во многих местах, где самодеятельный туризм осуществляется вот такими людьми с хорошим уровнем культуры, они остаются чистыми и даже становятся лучше. Ну да, хороший пример. Я за себя тоже скажу. У нас природный заказник Крылатские холмы под окнами, где я живу. Я там всегда стараюсь. Огромное количество, конечно, банок, бутылок выкидывают. Но вот люди, которые с собаками гуляют ноги, мы просто буквально собираем все эти банки, бутылки. То есть пытаемся как-то сохранить этот пейзаж. Напомню вам, что говорим мы с географом Андреем Александровичем Лукашевым. Вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наш гость сегодня доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ Андрей Александрович Лукашев. Говорим мы о взаимоотношениях человека и пейзажа. И вот сейчас в этой части нашей передачи хотелось бы вот о чем поговорить. В какой степени сейчас не люди изменили пейзаж России, а пейзаж России, география России сформировала ее историю. Как очень часто говорят, у России вместо истории география. Вы согласны с этим высказыванием? В какой-то степени да. Есть удивительные зависимости отношения к жизни народов, которыми селяют горные районы и народов, которые обитают на безбрежных равнинах. Горы – это, как правило, вольница, равнины, сплошь рядом деспотия. В горах выкурить непокорный народ стоит очень дорого. Чечня при Шамеле защищалась, и я не уверен, что Кавказская война кончена на сегодняшний день. А началась она, как известно, в 1798 году, когда карательная экспедиция из Грузии расплачивалась с населением Чечни и Дагестана за набеги, за то, что захватывали людей и так далее. Вот в горах, изолированная, природой изолированная от соседей и от карателей, народы очень долго сохраняют свой вынолюбивый нрав. На равнинах очень легко развернуть карательную экспедицию. Тем более, что большие империи, которые командуют равнинами, имеют сплошь и рядом прекрасных полководцев для этих операций. Вспомним нашего всеми любимого Александра Васильевича Суворова. Из его побед половина над повстанцами. Ну да, его смирение Польши. Да, штурм Праги, правобережного предместия Варшавы, да и поход против наполеоновских революционных войск. Правда, немножко опоздал. Без него справились с Пугачевым, но он в клетке привез Пугачева в Москву. Имея такие ресурсы, военные, кадровые, можно подавить любое недовольство в любом районе равнинной страны. То есть равнина деспотия. Да, вы знаете, действительно, думая, скажем, там, о шотландцах, да, о гордых независимых шотландцев, которые в горах, Швейцария, которая, в общем-то, со времен Вильгельма Теля гордится своей независимостью, так и не была. А Черногория? Черногорцы. А вы знаете, с другой стороны, например, норвежцы. Мне кажется, норвежский национальный характер, то, что они такие исследователи и, собственно, держат пальму первенства столько в мировых открытиях, исследованиях, они сформированы горами. Они очень такие горные, достаточно нелюдимые люди. Горы в основном для норвежцев – это все-таки туристический полигон. Норвегия живет побережьем, и самые лучшие норвежские исследователи, путешественники, тот же Амонсен, тот же Нансен, набирались опыта в лыжных походах на свои фьельды, на свои плоскогории, скандинавские горы, а потом уже выходили на леды Гренландии или Антарктиды, Нансен Гренландии, Антарктиды. Но не назовешь норвежцев горным народом. Ну, мне кажется, их нелюдимость такая. Изолированность, да, фьорда, фьорда, изолированность. Вот это я имею в виду. У меня там, скажем, знакомые живут в Норвегии, говорят, там вообще принято считать, что это должно пройти 20 лет, если ты поселился в каком-то маленьком месте, прежде чем с тобой соседи начнут здороваться. Скажем, в Швеции, мне кажется, это не так. Швеция, она такая, более открытая страна, их называют скандинавскими американцами. Вот. Ну, это так, слово к слову пришлось. Горы и равнины, значит. Россия, она сформирована вот этой вот, как там Ильин называл, гладь повсюдная, безгорная. Вот это вот. И, так скажем, характер власти, характер экономики каким-то образом формируется вот этой вот огромной равниной. Да. Существовали, особенно с 30-х годов, у нас очень хорошие проработки, так называемые районные планировки, когда ученые разрабатывали схемы, как наиболее рационально оперировать пространством, ресурсами, водными ресурсами, воздушными и так далее. Был сплошь и рядом. При равнинности территории власть и резала административные, значит, наделы и размещала промышленность, совершенно не считаясь с тем, что предлагали специалисты. Мы в результате получили в наследие гигантское количество городов-монополистов, никак не связанных ни с чем, кроме, может быть, с ресурсной базы непосредственно под собой. И искусственно проложенные рубежи, в том числе рубежи союзных республик, которые сейчас нам, это тогда аукнулось, так сказать, при Ленине и Сталине, а вот сейчас откликается, когда масса нерешенных пограничных проблем, мы их имеем вообще более 20 на территории бывшего Советского Союза нерешенных пограничных проблем, когда просто резали по-живому, а не по тем естественным рубежам, которые разделяли этносы или социальные группы. Ну, особенно, конечно, это чувствуется сейчас на Северном Кавказе, но не только. Но не только. Ну вот да, то, что вы говорите, я читал работы географа вашего коллеги Владимира Каганского, который пишет как раз об административном территориальном делении как некая искусственная сетка, которая была наложена на живую территорию. И она, собственно, разрезала языки, религии, этносы, природные ландшафты и создала совершенно искусственную сетку. Вот, например, он приводит пример, что границы регионов наших видно из космоса, потому что там обрываются линии электропередачи, границы регионов там заросли лесом, кончаются дороги, никто не живет. Это особенно важно. Потому что у нас все было через административное территориальное деление, шли деньги в областные центры, они развивались только вокруг областных центров, а то, что областная периферия, то херело. Проехать из Ивановской области во Владимирскую это аттракцион? Ну да, или даже вдоль Волги, там, скажем, из одного Волжского города в другой, очень часто, если не по самой Волге, то через Москву надо ехать. Там из Нижнего Новгорода в Казань. Вот это вот, конечно, вот это тоже вопрос о нашей теме, что как-то Россия не обустроилась в собственном пространстве. Может быть, власть виновата, что власть хотела, чтобы все вот эти вот транзакции пространственные шли через единый центр? Ну, естественно, имперский подход, который сохранили мы и в горы Союзы, и вот сейчас в своей властной вертикали тоже пытаемся сохранять, требует централизации решений и с выходом всех потоков информации, движения товаров, движения людей именно через центр и по велению центра. А между собой территории, причем не только на уровне республики областей, районы, пройти, скажем, из Малоярославецкого района в Тарусский район Калужской области невозможно. Это непроходимые леса, где не натропленные, никто ж не ходит и дороги не проложит. Все вот было сконцентрировано так, чтобы не всю территорию осваивать, а какое-то вот свое наместье. Ну да, собственно, наместники осваивали территорию вокруг вот этих вот центров, областных центров или районных центров, как поместье. Вот у нас вот Симон Кордонский, с которым один из прошлых эфиров говорит, у него поместная федерация, да, у нас существует поместье, вот, и то, что в периферии этих поместьй нет, оно не развивается. То есть российское пространство в этом смысле очень аморфно и не сформировано? Оно, я бы так сказал, очень тонкими волокнами, связанными между собой. Ну, скажем, вот шла Первая, потом Вторая Чеченская война, прервалась связь железнодорожная с Дагестаном, дальше с Баку. Какая же ниточка осталась? Однопутка Кизляр-Астрахань, по которой еще Фрунзе, так сказать, отбивался от белых, да, на которой остановили танки фашистские, потому что воды нет в этих местах, и нечем было охлаждать двигатели. И вот эта ниточка, которая идет с юга на север или с севера на юг, единственная связь между гигантскими регионами оказалась на десятилетия. И сейчас-то в грозные поезда они очень хорошо ходят. Ну да, или я помню, как в 90-е годы Армения оказалась отрезана. Она и сейчас отрезана. Она и сейчас отрезана. Ну да, по факту, так сказать, не урегулирована с Азербайджаном. Мы толком с Грузией не отрегулировались, с Азербайджаном нельзя. Это совершенно полный антаговизм. А с Грузией тоже не бог весть какие транспортные, сейчас потоки идут. Поэтому только аэропорт взвортнутся, если хотим, в Ереван и вообще в Армению. Как это, как Западный Берлин, да, в годы Холодной войны? Ну или как. Меня как-то подвозил Друз на своей машине на севере Израиля. У него сестра на юге Ливана. Но чтобы ее повидать, он должен ехать через Иорданию, хотя до нее 20 километров. Ну да, это как у нас. Чтобы за одной деревней в другой, надо часто ехать до ближайшего областного центра, там садиться на автобус, пилить 200 километров до другого областного центра и снова, так сказать, вращаться в деревню с другой стороны. Вот у нас инфраструктурная сеть абсолютно несовершенна, и мы ее толком не развиваем. Очень часто сейчас звучит в высказываниях самых разных деятелей оппозиционно настроенных, что вот за последние 20 лет совсем не построены автомобильных дорог. Да и железных почти не построены. Та дорога, по которой на желтой колене проехал президент значит, с Дальнего Востока до Читы, она проложена в значительной степени в стороне от имеющихся населенных пунктов. Я вот, скажем, побывал в местечке Будукан, это запад еврейской автономной области, так трасса идет севернее Будукана по тайге. Ничего, в общем-то, не нанизывая на себя никакую селитбу, никакую экономику. Ну, это примерно как я, чувствую, я проехал через Псковскую область, там... Ну, там хоть когда-то было население? Ну, хоть когда-то, да, но там хоть обидно, понимаете, действительно, возвращаясь к этой дороге, там столько мест хороших, как раз там, усадьба Мусоргского туда есть, я же не говорю, что... Ну, до нее можно доехать, к счастью. Да, до нее, ну, вот как раз до нее-то там и снят асфальт, вот, если в Москву ехать. Ну, вот это временно, я доезжал в асфальт. Ну, нет, ну, заасфальтирует, наверное, ну, и дальше там, я не знаю, и Пушкинские горы, и Псков, и Изборск. И Аббочка, и Изборск, да, все это очень плохо. Да, там хоть есть... Плохо увязанная инфраструктура. Ну, вот, понимаете, я не могу понять, почему век за веком идут века, а мы не можем развить вот эту вот нашу кровеносную капиллярную систему, потому что вот то, что вы говорите, да, у нас существует некое тело полумертвое нашего пространства, в котором есть артерии какие-то, а мелкой кровеносной системы ее нету. Да, капилляры... У нас фактически некроз, пространственные ткани наступают. Причем век за веком. Я не могу понять, почему Россия не может освоить вот это вот пространство. Ну, вы лучше меня помните, кто из великих сказал, воруют. А дорогу разворовать легче, чем многое. Не поймешь, что первично. То ли пространство, то ли люди. То ли нравы. Да, то ли нравы. А тут мы снова возвращаемся к равнению. Великая империя Чингисхана, это равнинная империя. Самая страшная деспотия. И она привела эти 250 лет иго, где-то мягче, где-то не мягче, она ведь привела психологию рабства, холопства. И народ... Ну, вот начальство решило, пусть так и будет, а самим вот породить о своей земле, о своем районе, о своей воде. Борис Захадер написал замечательное двустрочие. Река была прозрачного истока. Напоминать об этом ей жестоко. Мы же все реки покупили. Ну да. И народ не заботится. Ведь и даже в Московской области, я уж не говорю о соседних, все отходы в ближайший овраг. А то и прямо с обрыва береговой речки. Московская область, это вообще самое страшное. Каждый раз, вот я не знаю, для меня она больно говорить, и от человека, собственно, выросший во многом в Подмосковье, на дачах там, разумно для меня, скажем, Подмосковье перестало существовать как природный ландшафт. Потому что он настолько обезображен на каждом километре. Невозможно, нет ни одной перспективы, чтобы видно было поле, лес какой-нибудь. Обязательно будет сейчас, слава богу, высотность понизили. Там и 16-этажные башни строят, и трубы котельные какие-то, дачники сняли весь плодородный слой из леса. Всюду помойки, все изрезано вот этими подъездными путями к 600-кам. Вот этим под любой лэп опять-таки все эти СНТ стоят. А вот для меня Подмосковье не существует. Нужно отъехать, наверное, километров на 250, вот туда, где лес подступает к дороге. Там уже есть пейзаж. И Сергей Александрович, никуда не уезжать. Московские парки остались для нас, где нет шестисоточного строительства. Если я всю свою молодость ходил по Подмосковью и любовался им, то сейчас или надо уехать за 100-километровый бетон и железную дорогу, или гулять по Покровскому, по Глебову, по Воробьевым горам. По Сокольникам. По Крылатскому. Да. По Крылатскому. По Козьмингу, по Измайлу. Вот наши леса, где остались. Гигантское кольцо вокруг города, и теперь новый фартук прирезанный на юго-запад. Вот это, кстати, как географ к Новой Москве, как вы относитесь к этому фартуклу? Я даже никак не могу относиться, это сделали не посоветовавшись с географами. Я не знаю рационального зерна этого процесса. Когда к нам обратились, что можно вот на этой новой территории предпринять, мы какие-то предложения по сгущению экологического каркаса, по сохранению того, что еще можно сохранять на этой территории, по размещению каких-то там действительно связующих артерий, высказались. Но это уже после принятого решения. У нас очень часто сначала принимается решение, а потом тебя могут спросить, а как вот тут лучше быть? Прекрасный пример. Когда проектировался нефтепровод для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, я дважды участвовал в государственной экспертизе. Руководил я и наш декан. Это вот это ВСТО, Восточный Сибирь и Тихоокеан, да? Да, да, да. Где украли 4 миллиарда долларов. Ну, могли и больше. Значит, академик Касимов, наш декан, тогда он, правда, еще был член КОРМ, возглавлял эту комиссию. Как была поставлена задача? Трассировка – это не ваше дело. Вы нам скажите, вот на этой трассе какие бедствия могут ожидать трубопровод? Понадобилась реакция мировая для того, чтобы Владимир Владимирович взял фломастер и осуществил то, что красиво теперь называется фломастерным правом, заставив трубопровод уйти из бассейна Байкала. Да, да, да. Но это же совершенно ненаучная продукция. Фломастерное право напоминает, как это строительство Николаевской железной дороги. Ну, да, там все-таки это было сделано графически чисто. Ну, там пальчик в балагом обошли, вот этот вот, да, виток, то, что там линейку обвел государь. Понадобилась, да, да. Вот. То есть вопрос стоял, чтобы, главное, не навредить трубопроводу, не то, чтобы не навредить природе, а чтобы природа не навредила трубопроводу. И я вот, отвечая за свой сектор работы, говорил, что да, вот на севере Завайкале там землетрясения, там наледи, там еще чего-то, но нас лишили возможности высказываться по линии трубопровода. И если бы не правильное решение высочайшее, то и шел бы наискосок через высокососмичный, самый сейсмичный район России, кстати говоря. Более сейсмичный только глубоководные желоба где-то там на окраине Тихого океана. Собственно, и БАМ поэтому там так сложно было построить. А БАМ еще и не изыскивали толком, когда решили строить по второму разу, да, вот, давай они там что-то начинали. Потом, когда решили, это же стройка коммунистическая, там, комсомольская, молодежная. И изыскания были проведены очень примитивно. Брали геологическую карту. Видят, на карте нарисовано контур песков. Чудесно, балластный материал, будем брать. Пригоняют эскаватор на определенном этапе, он ударяет по этому песку, а песок смёрзшийся и имеет твёрдость бетона. Или перевал между Муйской впадиной и Чарской впадиной, Северочетинской области. Нарисованы граниты, совершенно правильно, геологам никаких претензий. Начинает идти туннель, всё валится, потому что это граниты, разбитые разломами, как Бог не повлюбил панцирь черепахи. А трещины заросли льдом. И пошло над туннелем дикое, так называемое, шатрообразование. И пришлось... Это 2,3 километра этого туннеля. Это не Муйский туннель, который 20 лет строили. Это маленький туннель, 2,3 километра. Такие туннели мы в состоянии строить. Заново пришлось массив промораживать, потому что строили без изысканий. Не могу я понять вообще, почему я не знаю, как в Швейцарию тоже прорубили все Альпы, все эти туннели. Там каждая деревушка в обход трасса проложена. А вы знаете, обр Швейцарии, швейцарский сыр с дырками. Да, да, она такая. Но при этом они сохранили, они прорубили эти дырки. Но вот, скажем, сохранность природы в Швейцарии, которую я наблюдаю, да они там всем кантоном будут решать, делать, скажем, там, какую лэп тянуть через горы или нет. А вчерашнее решение не проводить Олимпийские игры 24-го года, это вы знаете, не проводить на востоке Швейцарии, в окрестах Давоса не проводить, потому что экология слишком дорога. Дорого обойдется экологии. Нам бы поучиться. Швейцарии у меня производят великолепное впечатление своим отношением к природе. А, кстати, Австрия не хуже. А Германия не хуже. Умеют, умеют, даже Германия со своими равнинами умеет распоряжаться природой. Нет, и как Рейн они очистили. А как Руру они очистили. Вы знаете, я на грузовом судне как-то плавал, еще даже 25 лет назад я купался в порту Роттердама. Чистейшая вода. Роттердам. Второй крупнейший порт в Европе. Первый. Первый, да, в Лондоне они поменялись. И представить, вообще, предложить человеку искупаться в Петербургском порту. Что это такое? Там плавать-то не было. Они и Руру свитрились очистить. Они же не добывают русские угли совсем для энергетических целей. Это совершенно для этого есть. Нет, умение пользоваться своей землей, высочайшее умение, требующее географической культуры. И именно для этого надо изучать географию, чтобы правильно вписываться в то, что тебе судьба дала. Вот дала тебе судьба этот кусок земли. Сделай из него цветущий сад. Сделай то, что сделали голландцы со своими польдерами, получив вообще 90 центнеров с гектара на морских промытых песках. А у нас за 15 центнеров давали героя со струда. Да, да. Сделай то, что сделали индонезийцы при бешеной скученности населения плотнейшим. Террасовое земледелие, ресосеяние, 3 урожая в год, ну то, что позволяет климат, но еще они и преобразили рельеф. А у нас же было террасное на Кавказе земледелие. Еще какое? Да ведь всех разгоняли на плоскость. Тех, кого не выселили. Ну да. Стратегически все это, да. Нет, даже и об этом толком не думали. У меня была замечательная сцена. Я помогал моему коллеге, археологу. Он возглавляет отдел палеолита и неолита в Институте археологии Хизри Амирханов, членкор. Помогал ему географическими всякими делами на раскопках напротив Гуниба, того аула, где был пленен Шамиль на Турчедагском плато. И неолитический комплекс, у нас же тема археологии, был построен как раз в тыловой части небольшой вот такой терраски земледельческой. И пришли снизу старики Аксакалы. Хизри Амирханов, кстати, зять Расула Гамзатова, рассказал старикам о том, где были очаги, где были стены, где были спальни, где были навесы. Скальная защищавшая... Очень интересная была реакция Аксакалов. Они сказали, мы очень горды, что еще 6 тысяч лет тому назад наши предки здесь жили, селились и получали урожае. Ведь в мусульманском мире есть земельное право. Землю дал Аллах, и кто бы ей сейчас не владел, она твоя. Да. И вот этого чувства россияне в массе своей лишены. Ну да, какие там 6 тысяч лет, когда у нас каждые 6 лет людей переселяли, сгоняли. Вот это вот, еще Ключевский замечал вот эту привычку к расходке в народу населения. Может быть, вот я думаю, вот это вот большое количество пространства, оно виновата, что вот как у Гоголя, помните, 3 дня скачи, никуда не доскачешь. И вот люди как-то переносили все свои транзакционные издержки вовне, в пространство. Европа училась интернализовать свои транзакционные издержки, потому что у тебя вот есть эта швейцарская долинка, туда не сунься, сюда не сунься. И ты учишься как-то перерабатывать, достигать максимальной эффективности, вот как экономика, эффективность при ограниченных ресурсах. Было чувство ограничения ресурсов. А у нас нет ограниченных ресурсов. У нас понятие, что в природу можно все слить, скинуть. И ресурсы у нас не ограничены, и земли у нас сколько хочешь. У Китая земли меньше, но психология та же самая. Лей куда хочешь, экологически совершенно чудовищная политика. Загрязняют все, что только можно, тоже сунгари. С водой ведут себя безобразнейшим образом. Да, как 3-3 ущелья затопили. Ну, это ладно, это на Индзе. А на Аргуни, они же в значительной степени сток Аргуни сейчас ухитрились направить свое водохранилище в районе Лаенора, и на Аргуни сели уровни. Ну, это что, тоже еще одна равнинная империя? Да, еще империя, которая... Ну, Марко Полто ведь был в гостях у китайского императора Монгола по происхождению. Вот этой традиции деспотии равнинных, они оборачивают экологическим бедствием. Прискученности населения. Ну, а у нас ведь тоже такие участки есть, причем даже не в самых равнинных местах. Одно из самых грязных мест России – это Норильск. Норильск-Толнах. Все для того, чтобы, ну, как мы пели, да, чтобы все богатства взять с под земли. Да. А что вокруг? По улицам метет сульфатная пыль, грибы и ягоды вокруг Норильска никому нельзя собирать, и на юг на 60 километров кислотными дымами протравлена лиственничная тайга, стоят стволы деревьев без хвои. Летом именно так дуют ветры в этих местах, а лиственница на зиму хвою сбрасывала. Значит, летняя хвоя гибла от промышленных дымов. Очень похожая ситуация, ну, она сейчас полегче в районе Менчегорска, на Кольском полуострове. И тоже сначала на своих сульфатных рудах, сульфидных рудах, а потом концентраты с того же Норильска стали перебрасывать по Севморпути на Кольский полуостров. Настолько давление экологическое оказалось чудовищным, что пришлось отодвинуть на запад границу Лапландского заповедника, который создан был, чтобы защитить северного оленя. Потому что восток заповедника оказался выжжен Мончегорскими уже кислотными дымами, кислотными туманами. Мы очень неправильно выстраиваем дерево цели в своем хозяйствовании. Вот то, что сейчас в Хибинах, и то, что в других местах мы тоже это можем наблизать, урвать, урвать, не думая о последствиях, и считать. Вот считаем цену киловатта, а цену затопленной поймы, или над пойменных террас, на которые на юге Красноярского края возделывали бахчевые помидоры астраканского типа, вот это самое бычье сердце. Все это затоплено и не посчитано. Это же не ущерб стоимость киловатта, да, это посчитано. Арбузы там, по-моему, в Красноярском крае. Совершенно верно. Да. А мы считаем плохо. Ну, что нам сказать? Конечно, я тут сижу и думаю... Ну, печально все это. Печально картина народа, которая уже на протяжении не первого столетия не может обустроиться по-умному в собственном пространстве. Я думаю, что путь только через просвещение детства и молодежи. Не сокращать уроки географии и часы на географию. Не сокращать курсы в педвузах. Пока люди не будут знать, что такое пространство, которым им дано жить, люди не обустроятся. Ну, вот я думаю, что это очень хорошие слова в заключении нашего эфира. Мы вот до эфира говорили, мне наш гость сегодняшний, это Андрей Александрович Лукашев, заслуженный профессор МГУ, доктор географии, напомнил цитату основателя советской географии Николая Николаевича Баранского о том, что география охватывает все от геологии до идеологии. Ну, вот, собственно, мы об этом во всем и поговорили. От геологии России до идеологии. И мне кажется, что я из этого разговора выношу любовь к географии и любовь к собственному пространству. Это наше пространство, в котором мы живем, которое нам надо обустраивать, которое надо считать своим. И с этим вот призывом любви к пространству, и поскольку сейчас весна, а мы еще раз об этом поговорим, призывом не жечь траву, хотя бы как некое первичное проявление любви к пространству. Я хочу закончить этот эфир, поблагодарить нашего гостя Андрея Лукашева. Это была программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи!